В 1959 году советская экспедиция, основавшая в Антарктиде полярную станцию «Мирный», отправила группу из восьми исследователей вглубь континента, чтобы достичь Южного магнитного полюса. Вернулись лишь трое. По официальной версии, причиной трагедии были жестокая буря, сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода. В 1962 году к Южному магнитному полюсу отправились полярники из США. Американцы учли печальный опыт советских коллег, поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи. В этой экспедиции никто не погиб. Но вернулись люди на одном вездеходе. Все они находились на грани помешательства. Исследователи не смогли ничего внятно объяснить, и их немедленно эвакуировали на родину. Уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером попытался рассказать, что произошло с экспедицией станции «Мирный». Коршунов был один из тех, кто уцелел в походе к магнитному полюсу. По словам полярника, группа была атакована светящимися летающими объектами, напоминающими диски. Попытка снять аномальное явление закончилась плачевно. Фотографы камеры были уничтожены лучом, посланным с летающего объекта. Также погибли и те, кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей. Репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел. Коршунов тем временем умер. И лишь недавно откровения советского полярника стали известны американцам. Те сразу связали эту историю с еще одной антарктической экспедицией, отправленной с военно-морской базы Норфолк в 1946 году. Это была очень странная экспедиция. Она полностью финансировалась Пентагоном и даже имела военное название «Прыжок в высоту». Командовал походом знаменитый полярник, адмирал Ричард Бёрд. В подчинении адмирала Бёрда мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, необычный состав для научной экспедиции. Действительно, в составе экспедиции было только 25 ученых. Остальные – военные. Среди них почти 4 тысячи морских пехотинцев. Перед выходом в море адмирал Бёрд на пресс-конференции заявил, «Моя экспедиция имеет военный характер». И хотя о подробностях он не обмолвился, некоторые журналисты высказали предположение, что миссия Бёрда – это поиск и ликвидация сверхсекретной нацистской базы, находящейся где-то в самых южных широтах. Это было время, когда в странах антигитлеровской коалиции живо обсуждали таинственное исчезновение высших партийных функционеров Третьего рейха после капитуляции немецкой армии, а также пропажу золотого запаса и высокотехнологичных разработок нацистской Германии. Высказывались разные версии, вплоть до того, что нацисты могли спрятаться где-то в Антарктиде, где заранее построили тайное убежище. В конце января 1947 года американская экспедиция подошла к Антарктиде и начала проводить авиационную разведку материка в районе земли Королевы Мор. За первые недели было сделано несколько сотен аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, едва достигнув ледяного континента, спешно сворачивается и в панике покидает берега Антарктиды. В Пентагон поступают неутешительные радиодонесения. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной комиссии Конгресса США адмирал Бёрд заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверг бегству американскую эскадру? За полтора года до этого события в аргентинском порту Мар-дель-Плата сдались властям две немецкие субмарины из состава так называемого конвоя фюрера. Задачи этого сверхсекретного соединения до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок допрашивали с пристрастием. Но добиться показаний удалось только у командира субмарины с бортовым номером У-530. За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего Рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнд Шефер на допросе рассказал, что немного позднее повторил маршрут субмарины с бортовым номером 530. Дознавателям также удалось выяснить, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Уже давно существует версия, что некогда на Земле был единый суперконтинент Гондвана. Он существовал около 500 миллионов лет назад и объединял практически всю сушу, расположенную в южном полушарии. Куда делся этот суперконтинент? Разделился на несколько материков в результате, например, геологического разрыва и стремительного сдвига тектонических плит. Антарктида – один из таких материков и, вполне вероятно, может быть даже частью Атлантиды. Эта идея подсказана была Платону. По его расчетам, размеры пропавшей цивилизации подходят под параметры Антарктиды. К тому же, два века назад была найдена карта турецкого адмирала Мухиддина Перебея, составленная в 1513 году, где Антарктида изображена без ледяного покрова. Перебей свидетельствовал, что при составлении карты пользовался исключительно древнегреческими источниками. За идею, что секреты цивилизации атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента, ухватился Адольф Гитлер. Нацисты, как известно, активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков. Руководство Третьего рейха понимало, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Анненербы на Тибет, в Латинскую Америку и, наконец, в Антарктиду. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербы начало сразу, еще до войны. В Германии стало через какое-то время ясно, что по количественному численности вооружений и методов ведения войны на основе массовых армий Германия не может соревноваться с тем же Советским Союзом. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства. Искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько гроб. Чтобы соблюсти полнейшую тайну миссии, исследователи использовали исключительно подводный флот. Но уже по итогам одной из первых экспедиций, командующий Криксмарины, адмирал Карл Денец заявил, «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Есть предположение, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом огромные тоннели. Со стороны океана, поднарнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Похоже, это и имел в виду адмирал Денец, когда говорил о неприступной крепости для фюрера на другом конце света. Судя по обнаруженным документам, нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон. Он получил кодовое название База-211 или Новая Швабия. И якобы уже с начала 1939 года к берегам ледяного континента потянулись специальные суда, груженные горнопроходческим оборудованием, железнодорожной и строительной техникой. Туда же стали прибывать ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Зачем нацистам нужна была такая база? Есть разные гипотезы. Возможно, что немцы планировали держать под военным контролем Южные моря. Кто-то считает, что в недрах Антарктиды искали оружейный уран. Есть еще интересное мнение. Там строилось убежище для элиты Третьего рейха на случай полного поражения в грядущей мировой войне. При этом приверженцы последней версии утверждают, что якобы уже в начале 40-х годов началась переброска будущих жителей антарктической Новой Швабии. Не только ученых и специалистов, но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга. И что туда отправили некие секретные производства. Кстати, сразу после капитуляции Германии американцы, которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего рейха бесследно исчезли. Не досчитались и около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии. В списках военных потерь ни люди, ни лодки не значились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались вполне естественно в поле зрения их внимания. Все это не могло не встревожить Белый дом. К тому же ведомство Алина Даллеса получило весьма интересные сведения от немецких подводников, плененных в Аргентине. Версия существования некой секретной базы нацистов в Антарктиде находила все больше подтверждений. И эту базу необходимо было найти и по ходу оперативной обстановки уничтожить. Именно поэтому в конце 1946 года к берегам шестого континента отправилась так называемая научная, а на самом деле военная экспедиция размером с эскадру под командованием Ричарда Берна. Но не тут-то было. Едва дойдя до земли королевы Мот, экспедиция была атакована. Но кем? Летчики рассказывали о выпрыгивающих из воды и атаковавших их летающих дисках, испепеляющих все живое лучах, странных явлениях массового психического расстройства людей. Не правда ли? В описании события есть что-то общее с рассказом полярника Юрия Коршунова. Только советские следователи были атакованы на суше, а экспедиция Берда на море. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радионтаму. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Это воспоминания участника экспедиции, опытного военного летчика Джона Сайрсона. Так что же это было? И кому эти летающие диски могли принадлежать? В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Тщательно изучив эти документы, специалисты пришли к выводу, что немецкие ученые занимались разработкой очень странных внешне летательных аппаратов. Название летающая тарелка появилось в лексиконе позже. А тогда их называли дисками. Специалисты были поражены. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским инженерам совершить такой технологический рывок? О разработках Третьего рейха в области летающих тарелок сегодня известно немало. Однако вопросов с годами не становится меньше. Насколько немцы преуспели в этом? Согласно некоторым данным, в 1936 году в районе города Фрайбурга потерпел катастрофу неопознанный летающий объект неземного происхождения. Его обнаружили, и, возможно, немецкие ученые при поддержке СС сумели отремонтировать и даже испытать его энергетическую систему и двигательную установку. Однако попытки скопировать устройство и воспроизвести технологию полета в земных условиях окончились неудачи. Немногим ранее известный изобретатель Виктор Шаубергер строит свою тарелку и называет ее летательным аппаратом потустороннего мира. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот технологический аппарат стал прообразом будущих летающих дисков. Проектом заинтересовались в военном ведомстве. И позже данная разработка и другие похожие взяли под свой контроль СС и общество Ананарба. В этой связи я думаю, что две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это овладение магическими, техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только ядерную, возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Еще до войны с тибетской экспедиции Ананарби в Германию были доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Манускрипты подвергли самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых крылатых и баллистических ракет Фау, уже после войны обмолвился. Мы многое почерпнули для себя в этих бумагах. Расшифровки древних манускриптов, найденных экспедициями Ананарби, видимо, дали свои плоды. В 1939 году конструктор самолета Фоке-Вульф, профессор Генрих Фоке, запатентовал самолет с вертикальным взлетом и турбинным двигателем, имевшим форму блюдца. В том же году немецкий изобретатель, бывший фермер Артур Зак, начал разработку самолета с крыльями дискообразной формы. Этот аппарат, названный АЭС-6, создавался в Лейпциге на заводе Миттельдойче Моторверке. Испытания начались в 1944 году на авиабазе Брандис. Летчик смог лишь оторвать АЭС-6 от земли, после чего правая стойка шасси не выдержала нагрузок от реактивного момента воздушного винта. Вскоре военные отказались от разработки. В конце 1942-го в воздух поднимается боевой летающий диск с названием Охотник-1 диаметром почти 12 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. Единичные экземпляры. По некоторым отрывочным данным какому-то одному из них, не знаю какому, было присвоено, значит, индекс был присвоен ФАУ-7. Такие аппараты, по-видимому, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Потому что шар, ведь они тоже шар использовались, надували там водородом или гелием. Ну и шар большой, имеет размер, его легко, значит, сбить. А вот такой диск, когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. И вот генералы, которые участвовали в Курской битве, двое знают героев Советского Союза, один летчик, другой танкист, они рассказывали, что что-то такое видели, какой-то диск висел во время Курского сражения, значит, и что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, или это наши, они тоже не знали. Ну вот, по-видимому, а у нас таких вещей не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю авиации хорошо знаю. Вот, по-видимому, какой-то вот из этих трех аппаратов. Согласно данным разведок стран антигитлеровской коалиции, к концу войны у немцев имелось девять научных предприятий, на которых испытывали проекты летающих диска. При этом специалисты полагают, что в период краха Рейха могло быть перевезено в Антарктиду как минимум одно предприятие по разработке подобных аппаратов. Известный исследователь антарктических тайн Третьего Рейха Дэвид Чайдресс утверждает, что так оно и было. Он называет дату 1942 год, когда с помощью подводных лодок на Южный полюс были переброшены тысячи специалистов и рабочих, а также летчики. То есть, если дальше развивать логическую цепочку, то нацистская антарктическая база Новая Шваби это не фантазия. И там все-таки было развернуто производство боевых летающих тарелок. И именно эти тарелки, вылетая из-под воды, атаковали американскую экспедицию в 1947 году. Действительно ли такое могло быть? Если говорить об вылетах из воды, которые были зафиксированы еще в 40-х годах и зафиксируются сейчас, но во многом при полетах неопознанных летательных объектов из морей, океанов, озер и так далее, те модели, которые были созданы немцами, они могли работать только в воздушной среде. Или же, по крайней мере, полеты на твердой или же водяной поверхность. Так же, как вот сейчас на воздушной подушке летают, как и летают и кронолеты. И связано это с тем, что могли и в воздушной среде, поднимались не на большие высоты. Связано это с тем, что все они были так называемые вентиляторного типа. Все двигатели были вентилятором либо максимум газодинамического привода для продольного движения. Если это так, то что же это за неведомые аппараты вылетали из-под воды и наносили огневые удары по кораблям адмирала Берда? Не исключено, что немецкие переселенцы, обосновавшиеся в Новой Швабии, совершили невероятный научный прорыв и смогли создать более совершенные аппараты, способные вести активные боевые действия в любой среде. И ресурсы для этого прорыва были подчерпнуты непосредственно в недрах шестого континента. Ведь недаром Платон высказывал предположение, что Антарктида это сокрытая толщей льда цивилизация Атланта. И эта цивилизация может быть хранилищем очень многих секретов. Некоторые ученые полагают, что немецкая база в Антарктиде сохранилась до сих пор. Более того, говорят о существовании там целого подземного города с названием Новый Берлин и с населением 2 миллиона человек. Основным занятием его жителей будто бы являются генная инженерия и космические исследования. Косвенным подтверждением существования базы называют неоднократные наблюдения НЛО в районе Южного полюса. Свидетели чаще всего говорят о зависших в воздухе тарелках и сигарах. Возможно, что именно этими объектами были атакованы советские и американские полярники, которые пытались достичь Южного магнитного полюса в конце 50-х и начале 60-х годов. Можно предположить, что исследователи слишком близко подобрались к тому месту, где находится подземный город. И обитатели базы включили свои главные оборонительные ресурсы, чтобы остановить непрошенных гостей. Кстати, в 1976 году японцы с помощью новейшей аппаратуры засекли одновременно 19 круглых объектов, которые спикировали из космоса на Антарктиду и пропали с экрана. Кроме того, ученые обнаружили на земной орбите несколько искусственных спутников, неизвестно кому принадлежащего. Шестой континент продолжает хранить свои тайны. К ним добавляются все новые вопросы. И с годами их не становится меньше. Но надежда не угасает, что возможно когда-нибудь эти тайны будут разгаданы. Это событие произошло в 1995 году на знаменитой Кольской сверхглубокой скважине. Ее начали бурить в мае 1970-го для изучения внутреннего строения планеты. Тогда о том, что творится на большой глубине, ученый мир имел весьма смутное представление. Постепенно проникая в недра Земли, исследователи делали совершенно потрясающее открытие. На глубине трех километров была обнаружена порода по своему составу идентичная лунному грунту. Когда бур дошел до отметки девяти с половиной километров, ученые наткнулись на настоящий кладезь всевозможных ископаемых, в частности, золота. Совершенно неожиданно для всех подтвердились прогнозы Алексея Толстого из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Настоящий оливиновый слой гениально предсказанный писателем. И вот в апреле 95-го, когда керн буровой установки достиг глубины 12 километров, инженеры решили спустить в скважину специальный микрофон для фиксации звуков движения литосферных плит. Но то, что услышали ученые, повергло их в шок. из глубины донесся человеческий голос. Причем не один. Это были крики из тонны миллионов людей. Это были звуки из преисподней, которых никто объяснить не смог. С тех пор появилась еще одна тайна. Тайна шума земли. Впервые леденящий кровь гул, исходящий откуда-то из-под земли, был зафиксирован в конце 70-х годов в Англии. Жители Бристоля завалили инстанции жалобами, что их беспокоят неожиданно появляющиеся и также неожиданно исчезающие непонятные громкие звуки. Некоторые сочли источником соседнее промышленное предприятие. Но владельцы завода открестились от обвинений в нарушении покоя бристольцев. Власти начали проводить тщательное расследование. В местной газете был напечатан опрос. Читателям необходимо было опровергнуть или подтвердить тот факт, что они слышат шум. 800 читателей обратились в редакцию, заявляя, что слышат непонятный гул. Наличие странных звуков подтвердилось, но виновника не нашли. на какое-то время бристольский гул был забыт. Однако в новом тысячелетии о нем опять вспомнили. Теперь уже странные пугающие звуки из-под земли были зафиксированы в разных точках планеты. В августе 2011 в конце 2012 и в начале 2013 его слышали в Бразилии, США, Канаде, России, Украине и Австралии. Главная его особенность он вызывает беспричинную панику у людей. Он это так называемый стон или гул земли. Что это? Звуковая галлюцинация, движение тектонических плит, звук акустика гравитационных волн, массовый психоз или просто газетная утка. самая масштабная серия таких шумов прокатилась по планете с 8 по 11 января 2012 года. Эти 4 дня Земля по информационным сообщениям и записям в социальных сетях буквально грохотала. Любительские аудио и видеозаписи были сделаны на всех континентах. Я считаю, что Земля шумит в прямом смысле. Но для этого надо уметь вот это слышать и видеть. Потому что очень широкий частотный диапазон, очень большой амплитудный диапазон. В некоторых местах она шумит очень слабо и нужны специальные приборы, чтобы услышать вот это или там записать вот этот звук. Средства массовой информации уверяли, до сих пор этих звуков никто и никогда не слышал. Это не совсем так. Вот уже многие годы жители городка Таус в штате Нью-Мексико на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный гул. Феномен получил название Таосский шум. Он похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе маленького поселения нет. Этот звук слышат только местные жители и крайне редко приезжие. Ученым, исследовавшим этот загадочный стон земли, так и не удалось найти его источник. Они лишь предположили, что причиной ему может оказаться крупная линия электропередачи, проходящая поблизости с городом. Между тем, подобный шум известен давно и называется он звуковой аномалией. И еще, все, кому доводилось слышать гул из-под земли, единодушны. Он ни на что не похож, от него нельзя укрыться. Он идет отовсюду и проникает везде. И мгновенно с первых аккордов вызывает у всех очевидцев чувство тревоги. Так было, например, в Киеве, Ростове-на-Дону и в Новокузнецке. Он как будто был везде вокруг. Такой низкий, достаточно пугающий, не похожий на все остальные звуки, которые я, в принципе, слышал за год, пока живу в этой квартире. Он то затихал, то становился более отчетливым. я уже думал, что нужно выйти на улицу, потому что что-то действительно случилось, какое-то явление. Создается ощущение паники беспричинной и буквально даже не знаешь, что делать в этот момент, особенно в первый момент, когда понимаешь, что это все продолжается и продолжается и не заканчивается, то есть думаешь, куда бежать, что делать. Реально стало страшно, думал, что надо уже собирать вещи. Стоит ли говорить, что даже самые недоверчивые затвердили о пресловутом конце света? Дело в том, что разные верования говорят одно и то же. Некий звук известит людей об апокалипсисе. Иудеи верят, что это будет труба шафар от пронзительных аккордов, который пал когда-то Ерихон. В германо-скандинавской мифологии о начале конца света с названием Рагнарек объявит золотой рок Гьялархорну. Стон планеты безусловно напоминает и его. В Киеве, где Земля тоже кричала, заговорили об архангельских трубах, предвещающих судный день. Интересно, что упоминания о некоем трубном гласе есть и в Библии, и в Коране. Древние греки объясняли подземные стоны тем, что в ее недрах заключены старуки и великаны, низвергнутые богами в луно Земли. Если верить мифологии, мучились не только они, от них стонала и сама планета. Какой бы мы сфотологией мы не взяли, древнеиндейскую, древнеегипетскую, скандинавскую, мы везде видим, что есть некое разделение на мир небесный, мир земной и мир подземный. И вот мир подземный для людей был самый страшный. Он был самый неизведанный, темный, мрачный. И поэтому, наверное, именно там обитали самые страшные существа. Академическая наука не склонна объяснять аномальные шумы уже прозванными звуками апокалипсиса, происками мифологических существ. Некоторые геологи связывают загадочный гул в Новокузнецке, например, с разработкой угля на Кузбассе. В городе крупные шахты, сталелитейные предприятия. Энергия взрывов породы, по мнению ученых, накапливается в земле и провоцирует либо техногенные землетрясения, либо загадочные шумы. И потому, казалось бы, именно их гул наиболее реальное объяснение этому явлению. Когда идет такой стук характерный, это, в принципе, если грубо сказать, трещит порода. То есть, она находилась в каком-то напряженном состоянии. И малейшее движение, происходит как бы трение между выражающим вот этот сигнал. Но местные жители, которым удалось зафиксировать гул земли, очень сомневаются, что он техногенного происхождения. до ближайших шахт от жилых районов города полтора часа езды. Завод в окрестностях всего один. И он тоже далеко. Я общался с людьми, которые непосредственно работают на данном заводе. И они говорят, что даже если какие-то технологические процессы происходят, но они не имеют такой длительной протяженности, их бы здесь не было слышно. Мне кажется, что данный звук имеет геофизическое происхождение, то есть где-то в глубине земли происходит смещение пластов, ну или что-то в этом роде. Очень любопытную версию происхождения загадочного звука апокалипсиса выдвинули ученые из Новосибирского Академгородка. В 1982 году, когда в городок приехали американцы, один из профессоров-геологов Алексей Дмитриев стал предупреждать гостей, что вскоре Америку ожидают серьезные катаклизмы, имея в виду землетрясения техногенного характера и беспокоящие шумы. Американцы тогда ему не поверили. Однако уже в 1984 году по всему востоку США пронеслись геофизические стоны из-под поверхности планеты и небольшие землетрясения. Интересно, что предсказать их было несложно, так как вдоль восточного атлантического побережья Америки протянута более десятка линий энергоемких высоковольтных электропередач. Частота передаваемого тока в системе энергообеспечения Соединенных Штатов составляет 60 Гц, а она соответствует частоте естественных литосферных токов. токов. Причина в том, что 60 Гц, которые используются в высоковольтных линиях, а их 16 высоковольтных линий, и они идут строго по магнитному меридиану с севера на юг, и получилась резонансная частота между состоянием естественных энергосферных токов, они называются токами ваналами, и токи, которые продуцируются с поверхности Земли. Произошло замыкание, если можно так выразиться. Произошло энергетическое взаимодействие. Кстати, в 2005-м на Атлантическое побережье США обрушился ураган Катрина и буквально смыл с лица Земли целый город Новый Орлеан. По мнению сибирского ученого, этот катаклизм также был спровоцирован взаимодействием магнитосферных и литосферных процессов и энергоемкостью высоковольтных линий. А земные шумы, прокатившиеся по побережью за 20 лет до этого, были первым предупреждением. Произошло нарушение континентальной защиты Северной Америки от событий, которые происходят в Атлантическом океане. То есть не было электрической защиты суши от тех событий электрических, которые происходят над поверхностью океана. Естественно, что циклоны, ураганы пошли внутрь материка. У техногенной версии всего два недостатка. Если причиной шума был производственный фактор, то как объяснить, что звук был слышен в разных уголках планеты практически одновременно? Второй недостаток, если верить опять же все тем же очевидцам, то линии электропередачи, тепловые электростанции, заводы, стройки и прочие технические объекты далеко не всегда находились поблизости от того места, где был слышен стон. У Артура Канандоля есть повесть под названием «Когда земля вскрикнула». Герой истории профессор Челленджер решает узнать, жива ли земля. Для этого он сверлит в ней гигантскую дыру. И вот когда бур очень глубоко внедрился в земные пласты, планета вскрикнула. В существовании фантастичен только финал. В остальном ученые геофизики с писателем солидарны. Земля действительно живая. И она вправду кричит. Я издавна, где-то с начала 70-х годов Землю принимаю в качестве живого организма, взаимодействующего с другими живыми организмами, другими планетами и с центральным нашим светилом, с Солнцем. Мы живем своими ритмами биологическими, физиологическими, психологическими. Точно так же живет и Земля своими ритмами биологическими и физиологическими. В недрах нашей планеты постоянно происходит конвекция, движение потоков магмы и смещение литосферных плит. Это и приводит к тому, что Земля шумит. И записывать ее голоса ученые научились давно. Для этого они приезжают на скважины, пробуренные в технических или научных целях, и опускают в них сверхчувствительные микрофоны. Как, например, это было на Кольской сверхглубокой. Обычное человеческое ухо расслышать этот звук в большинстве случаев не в состоянии. Но бывают и исключения. Они могут произойти, например, во время землетрясения, непосредственно перед толчками. Впрочем, это неудивительно. Во время дрожи Земли также двигаются литосферные плиты. Поэтому процесс, конечно, и здесь может сопровождаться сильным шумом. После Алтайского землетрясения 2003 года мне удалось попасть на авторшоковый режим этого землетрясения. И, значит, мы просидели пару недель на станции Октаж. За это время было примерно 30 или 40 ударов. И практически перед каждым ударом был слышен рев, или, так сказать, его называют подземный гул. Замечено, что перед сильными толчками уровень гула, исходящего из недр, резко повышается. Планета как будто предупреждает о предстоящем землетрясении и дает людям возможность заранее оценить его силу и локализовать эпицентр. Причем вот этот шум, он, так сказать, идет по нарастающим. Шумит сильнее, 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 потом трах, произошло землетрясение. На самом деле в глубине нашей планеты землетрясения не прекращаются никогда, но задолго предсказать, какой из них вырвется на поверхность практически невозможно. Главному научному сотруднику Института физики Земли имени Шмидта Ран Алексею Любушину это однажды удалось. Крупное землетрясение в Тахоку, Япония, которое произошло в 2011 году и унесло жизни как минимум 16 тысяч человек, он предсказал аж за три года. Землетрясение обычно сопровождается гулом и звуками. Акустическая эмиссия там достигает такой интенсивности, что уже она начинает быть слышима не чувствительными геофизическими приборами, а человеческим ухом. То, что земные шумы под Японией стали синхронизироваться, согласно гипотезе ученого, это первый признак надвигающегося мощного землетрясения. Любушин заметил еще в 2008 году и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы не поверили. Самое неприятное то, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Алексей Любушин считает, что Японию ждет еще одно землетрясение, не менее сокрушительное, причем эпицентр его должен находиться недалеко от столицы страны Токио. Именно поэтому шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о предстоящих катастрофах, но и помогает, например, искать нефть и другие полезные ископаемые. Каждая порода шумит по-своему. По этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или много ли нефти, какой толщины коллектор. Но если есть нефть, то она будет иначе себя вести, иначе шуметь, иные у нее будут свойства. Так что вот мы о свойствах пород судим по тому, как она шумит. Но, увы, не все крики Земли можно объяснить надвигающимися землетрясениями. Ведь там, где их слышали в последние два года, никаких сейсмических событий не было и быть не могло. Это те регионы, где землетрясение невозможно в принципе. Некоторые ученые предполагают, что скрип планеты связан с погодой, с туманом, с сыростью и дождем. При таянии льда рвется часть водородных связей между молекулами воды. Каждый такой разрыв высвобождает энергию и может породить слабый звуковой щелчок. Поэтому, согласно гипотезе этих ученых, если шум слышен во время тумана или когда на небе тучи, это и есть песня воды, которая может сопровождаться гулом. Конечно, одна снежинка создает лишь незначительный шум. Но при таянии больших количеств льда звук слышат все. К сожалению, версия не дает ответа на вопрос, почему шумы слышатся летом, в ясную погоду. А наше небесное светило не может быть генератором загадочных звуков. Действительно, есть и такая гипотеза. Когда потоки солнечной энергии после очередного выброса несутся к нашей планете и врезаются в магнитосферу, это приводит к возникновению особых акустических волн, которые затем устремляются к поверхности Земли. Эти волны можно услышать только с помощью специальных приборов. Однако некоторые люди тоже способны слышать их в случае, если звук накладывается на городской шум. Низкая частота изменяет спектр общего фона в мегаполисе и тогда человек может услышать подобный зловещий стон. Считается, что 50 Гц этот нижний предел человеческого уха. Но некоторые слышат и 20 Гц, и 10 Гц, говорят, бах, слушал, вообще там черт-черт-что очень низкие частоты. Так что здесь дело даже не в интенсивности шума, а в способности человеческого уха воспринимать звуки. На аудиозаписях слышно, что гул действительно похож на обычный городской шум. Подъемного крана, самолета, строительной техники, но многократно усиленной. Именно этот звук нередко вызывает у очевидцев ощущение паники. Известно, что сверхнизкие частоты, хотя и не различаются ухом, подавляют психику человека. Пример тому знаменитые исследования французского профессора Гавро, который точно установил, что при воздействии одних частот инфразвука на человека начинается разрыв барабанных перепонок, кровоизлияние в мозг, а при других даже смерть. Давно известно и то, что инфразвук неотъемлемо сопровождает многие природные явления. Ураганы, цунами, порывы ветра, шум волн, извержения вулканов, грозовые раскаты, резкие перепады давления. Плохое самочувствие во время колебания атмосферного давления связано в том числе и с инфразвуком, который образуется в атмосфере. По одной из версий загадочный гул связан со сменой магнитных полюсов, которая происходит сейчас на нашей планете. Наш земной шар, ну, значит, он хорошо, как говорят, моделируется. Вот школьный магнит север и юг. И вдруг вот по непонятным причинам северный полюс стремится на юг, а южный полюс стремится на север. Существует и версия, что звуки апокалипсиса это всего лишь массовая мистификация, крупномасштабная газетная утка, использующая поддельные видеоролики для раскрутки таких фильмов, как «Красный штат» или «Инопланетное вторжение», «Битва за Лос-Анджелес». Премьеры этих кинолент прошли в 2011 году, практически сразу после того, как земляне услышали крик планеты. Впрочем, известна и человеческая способность выдавать желаемое за действительное. И черта многих СМИ это желаемое выдавать за сенсацию. Но дело в том, что немалое количество аудио- и видеосвидетельств очевидцев эксперты признают подлинными. «Звуки апокалипсиса реально существуют». Возможно, что эти звуки есть предупреждение нашей планеты о том, что не все в порядке на ее поверхности. Планета все время говорит о том, что с ней происходит. Вот вы знаете, что такое стетоскоп. Врач пришел и прослушивает ваше сердце, легкие там и так далее. Так же и Земля. Говорит о том, что у нее какие-то болезни, как она откликается на искусственное воздействие. Огромное количество гипотез ставит в тупик человека, который хочет найти звуку планеты единственно верное объяснение. По крайней мере, пока. Возможно, стон Земли это скрытый код, разгадка которого жизненная необходимость для всех, кто населяет планету. А может, это явление многофакторное, так или иначе связанное с каждой из этих версий. Шоу 1956 год. Сотрудники знаменитого Метрополитен-музея, который находится в Нью-Йорке на пересечении 5-й авеню и 82-й улицы, готовились к весьма ответственной экспозиции. На всеобщее обозрение предстояло выставить уникальные древние предметы. В течение нескольких десятилетий археологические экспедиции собирали их в Перу, Мексике, Венесуэле и на островах Карибского бассейна. Выставку назвали «Золото до Колумба в Америке». Наступил день открытия. Толпы людей буквально начали штурмовать музей в страстном желании увидеть уникальную экспозицию. А на следующее утро один из экспонатов внезапно исчез. Позже выяснилось, что с витрины его забрали люди, которые показали документы Министерства обороны США. Что же так заинтересовало военных? Древняя фигурка из чистого золота, но очень сильно напоминающая современный самолет. В каталоге выставки экспонат значился, как «золотая птичка инков». Некоторые детали, а точнее, дельтовидное крыло таинственной фигурки и вертикальная плоскость хвостового оперения никак не вязались ни с обликом птички, ни с возрастом артефакта, определенного специалистами в несколько тысяч лет. Предмет тут же был отправлен на исследование. Их поручили провести инженером авиаконцерна Локхит. Когда фигурку поместили в аэродинамическую трубу, оказалось, что «золотая птичка» имеет идеальную конфигурацию сверхзвукового самолета. Но откуда инки могли знать законы современной аэродинамики? И тогда ученые выдвинули гипотезу. Древние обитатели Перу, где был обнаружен артефакт, сотворили из золота то, что видели своими собственными глазами. И случилось это тогда, когда с небосклона исчезла таинственная планета Фаэтон. Восьмистах километрах от побережья Тихого океана на территории современного Перу находится высокогорное плато Наска. Тысячи лет по этим засушливым местам проходили путешественники, племена аборигенов, испанские завоеватели и золотоискатели. И никто не знал, что с высоты птичьего полета открывается фантастическая картина, недоступная зрителям с Земли. Для кого предназначалась эта таинственная галерея? И галерея ли это? Вполне возможно, что рисунки и узоры на плато Наска это некие навигационные знаки или географические маркеры. По мнению известного немецкого исследователя Эриха Деникина странные фигуры, начертанные на Земле, говорят о том, что нашу планету когда-то посещали инопланетяне. Это событие и увидели местные аборигены несколько тысяч лет назад и потом пытались запечатлеть в своем творчестве летательные аппараты и образы пришельцев. Здесь уместно вспомнить древнее предание инков, в котором говорится о некоем золотом корабле, прибывшем с далеких звезд. В предании есть такие строки. Кораблем командовала женщина по имени Ариана. Ей суждено было стать проматерью земной расы. Ариана родила 70 земных детей, а затем вернулась к звездам. Хорошо известный среди специалистов антропологический журнал МЕН не так давно опубликовал любопытную статью, где говорится, что анализ мышечных тканей, взятых у мумий, захороненных древними инками, показал, что ДНК у них сильно отличалась от ДНК современного местного населения. Действительно, у доисторических аборигенов была обнаружена группа крови редчайшей комбинации. В наше время такой состав крови известен лишь у двух-трех человек во всем мире. Не является ли это неким намеком на то, что древние инки могли совместно проживать с некими загадочными пришельцами и воспроизводить от этих пришельцев потомство? Еще одна сенсационная находка не дает покоя исследователям уже более полутора сотен лет. Она была сделана в 1849 году в Египте. На стенах храма в Абидосе археологи обнаружили загадочные иероглифы. Это даже не иероглифы, а чертежи каких-то странных механизмов. Во многих из них четко проглядываются очертания боевых летательных аппаратов и бронетехники. Споры вокруг этих загадочных рисунков идут до сих пор. Ведь не могли древние египтяне создавать технику, подобную которой художники эпохи фараонов изображали в храме. Равно как и древние инки не обладали технологиями создания сверхзвуковых летательных аппаратов. Отсюда можно сделать только один вопрос, что те, кто принесли эти технологии, что технологии пришли извне. Мы теоретически можем допустить, что следы этих технологий уходят к той самой планете Фаэтона. Впервые мысли о возможном существовании Фаэтона возникло у создателя небесной механики Иоганна Кеплера. Он обратил внимание на некое пустое место между Марсом и Юпитером, то есть свободную орбиту. И в 1596 году предположил, что там может находиться какая-то еще неоткрытая планета. В 1766 году немецкий астроном Иоанн Тициус, искавший гармонию в расположении небесных тел, установил числовую закономерность в расстоянии планет от Солнца. Согласно этой закономерности, между орбитами Марса и Юпитера должен быть крупный планетарный объект, который не указан ни в одном из известных атласов звездного неба. Ученые начали искать. Впоследствии был открыт так называемый пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Соответственно, возникло предположение, что мы имеем дело в данном случае с остатками погибшей планеты, взорвавшейся, скажем так. Действительно, между орбитами планеты Марс и планеты Юпитер сосредоточено огромное количество небольших космических тел, которые вращаются вокруг Солнца. Известный немецкий астроном Генрих Вильгельм Кольберс еще в начале 19-го столетия выдвинул предположение, что там в древности находилась целая планета. Но из-за удара ужасающей силы извне или от удара изнутри планета взорвалась. Однако после себя она оставила своеобразное наследие, чем и являются малые космические тела в виде астероида. Однако далеко не все исследователи соглашаются с подобной гипотезой. как-то не тянет на то, что если эти камни все вместе собрать, планета получится. То есть если был там какой-то взрыв, который привел к гибели планеты, находившейся там, то этот взрыв должен был адским, который должен был затронуть все планеты без исключения. То есть погибла бы вся Солнечная система. Тогда выходит, что пояс астероидов это не куски разорванной когда-то планеты Фаэтон. Конечно, гипотезы европейских астрономов можно посчитать заблуждением, ошибками в вычислениях и прочими субъективными факторами. Но что тогда делать с более древними свидетельствами? Дело в том, что наиболее удаленные от Солнца планеты были известны еще древним шумерам. То есть задолго до официального открытия астрономами Средневековья близких и дальних объектов. И об этом красноречиво говорят тексты на глиняных табличках, расшифрованные американским востоковедом Закарией Ситчином. Возраст табличек оценивается в 6 тысяч лет. Но как раз там и есть сведения о таинственной планете Фаэтон, которая вращалась вокруг нашего светила между орбитами Марса и Юпитера. Более тщательная расшифровка шумерских аэроблифов позволила предположить, что упоминаемый Фаэтон взорвался. И взрыв этот был спровоцирован страшной космической катастрофой. При этом при всем Земля наша подверглась какому-то конечно воздействию, но она уцелела. Она не стала крутиться в другую сторону, не потеряла атмосферы, жизнь на ней продолжала развиваться. Да, Земля не сместилась со своей орбиты, не перевернулась и не разрушилась. Но будет ли корректно утверждать, что действительно была некая планета Фаэтон, затем она разлетелась на куски, и последствия этого катаклизма сотворили что-то с нашей планетой. Известно, что около 60 миллионов лет тому назад на Земле произошла страшная катастрофа. Она повлекла за собой вымирание динозавров и других представителей фауны того периода времени. Эпоха вымирания длилась почти 200 лет. Это сопровождалось сметающими все на свете смерчами, которые безустанно кружились по поверхности Земли. Есть и документальные подтверждения скоротечности того драматического события. Они присутствуют в осадочных породах океанических отложений, которые были сформированы в это время. Ученые предполагают, что причиной катастрофы стал астероид, имеющий поперечное сечение диаметром около 10 километров. Он с огромной силой врезался в Землю, и в результате чудовищного взрыва в атмосферу поднялись миллионы кубических метров образовавшейся пыли. Огромная туча этой пыли на несколько лет закрыла Солнцу доступ к земной поверхности. В результате внезапно наступившей тьмы прервался процесс фотосинтеза. Вслед за фауной стала гибнуть флора. Как следствие все крупные животные вымерли. Но все это произошло 60 с лишним миллионов лет назад. А первые упоминания о планете Фаэтон появляются гораздо позже. И не только появляются, но и фиксируются в устном фольклоре и письменных документах доисторической эпохи. Значит, взрыв Фаэтона, если он был, видели разумные обитатели нашей планеты, то есть наши с вами предки. Видели и, возможно, переживали его последствия. Но какие? Все в мифологии. А что такое мифология? Мифология это сакральная память, защищенная некими такими религиозными законами, которые запрещают ... Один из мифов Древней Греции гласит был у бога Солнца Гелиуса сын по имени Фаэтон. Родила его Клемена, дочь Марсму проехать по небу в золотой колеснице. Гелиус пришел в ужас. Безумный, чего ты просишь? Сам великий Зевс не может править ею. Но Фаэтон ничего не хотел слушать, только молил отца исполнить его просьбу. Наконец Гелиус сдался. Фаэтон вскочил на колесницу, и кони помчали и выпустил от страха вузе. Почувствовав свободу, еще быстрее понеслись кони. То взобьются они к самым звездам, то опустившись несутся почти над землей. И тогда пламя от огненной колесницы охватило нашу планету. Загорелись города, вспыхнул лес, вскипела вода в морях и реках. От жары стала трескаться земная твердь, и огонь проник даже в мрачное царство Аида. И воскликнула тогда Гея, богиня земли, обращаясь к Зевсу. О, величайший из богов, неужели должна я погибнуть? Неужели должно погибнуть царство брата твоего Посейдона? Неужели должно погибнуть все живое? Неужели все вернется в первобытный хаос? Спаси от огня то, что еще осталось. Зевс услышал мальбу Геи, грозно взмахнул рукой, метнул молнию в огненных коней и уничтожил Фаэтона вместе с колесницей. Ее осколки были разбросаны по всему небу. В глубокой скорби бог солнца Гелиус закрыл свой лик и целый день не появлялся на голубом небе. Только огонь от пожара освещал землю. И вот для тушения этого пожара Зевс вылил на землю большое количество воды, из-за чего возник всемирный потоп, приведший к массовой гибели людей, ну дальше из легенды мы знаем, что осталось всего два человека из живых. Здесь разумеется очень много пересечений с легендами о всемирном потопе других народов, с библейским всемирным потопом. Как известно, ни одна из легенд не рождается на пустом месте. И миф об огненной колеснице появился скорее всего после падения на землю крупного небесного тела. Возможно, это был метеорит, который вызвал массовые разрушения и пожары на обширной территории. Возможно, комета с длинным огненным шлейфом. Но не исключено, что это был осколок погибшей планеты. Той, что по расчетам астрономов и согласно шумерским текстам находилась на орбите между Марсом и Юпитером. Но если эту третью версию принять как основную, то возникает вопрос. Кто мог определить, что это был осколок погибшей планеты? И кто дал ей имя Фаэтон? Ведь не могло оно спонтанно возникнуть в древнегреческой мифологии. А может, это имя пришло с самого Фаэтона? Действительно, есть версия, что эта планета была обитаема, причем разумными существами, по облику и интеллекту сродни землянам. Только уровень цивилизации на Фаэтоне был гораздо выше нашего уровня. Вполне вероятно, что там были знакомы с наукой воздухоплавания и обладали средствами для перемещения в космическом пространстве. Однако, в какой-то момент на Фаэтоне что-то произошло. Возможно, война. Возможно, природная катастрофа. И тогда фаэтоняне стали покидать свою гибнущую планету и перебираться в другие места. Если теоретически допустить, что обитатели вот этой планеты Фаэтон действительно разумные обитатели обладали определенным технологическим уровнем, можно, конечно, допустить, что в случае предполагаемой катастрофы этой планеты некая часть могла эмигрировать, скажем так. И в частности речь идет о том, почему бы не допустить, что они могли эмигрировать на Землю. Если идти дальше по этой версии, то можно предположить, что место выбора убежища не было спонтанным. Обитатели планеты Фаэтон скорее всего знали о Земле, о ее атмосфере, гидросфере, климате и животном мире. Знали они и о людях. И, возможно, были с ними в контакте. Не со всеми, естественно, а с избранными. Возможно, что с потомками древних инков. И тогда получается, что рисунки на плоту Наска в современном Перу это самые настоящие навигационные знаки для космических кораблей Фаэтонян. Коллеги немецкого исследователя Эриха Деникина, того самого, который первый предположил, что Наска это космодром, считают, что пришельцы с Фаэтона еще задолго до бегства со своей гибнущей планеты посещали Землю. Некоторые даже поселились на ней. Чтобы не привлекать к себе внимание, они стали жить по обычаям индейцев, уделив последних своими знаниями астрономии и прочих наук. Кстати, данное предположение вполне подтверждают апокрифические книги Еноха, где есть некое упоминание о посланниках с неба, спустившихся на Землю с определенной миссией. интерпретация как ангельские существа, называемые стражами, которые передали женам человеческим некие технологии, там, про это буквально пишется, там список приводится, что конкретно передали, там, ремесленное искусство, там, искусство обработки металлов, ну, массу всего, даже искусство утравления плода, в частности. Более того, эти стражи вошли в физический контакт с женщинами и, собственно, от них пошли вот эти расы гигантов, которая была впоследствии уничтожена вселенским потопом. При этом фаэтоняне не выглядели как классические пришельцы, рисуемые воображением писателей фантастов. Вероятно, они практически ничем не отличались от нас, из-за того, что условия жизни на Фаэтоне соответствовали условиям нашей планеты. То есть резкого диссонанса между разумными обитателями Земли и гостями из космоса не наблюдалось. По данным некоторых астрономов, на осколках Фаэтона, а ныне планетах Карликах, Церере и Палладе, до сих пор присутствуют кислород и, главное, его производная вода. Это значит, что Фаэтон действительно мог оказаться заселен думающими существами, гораздо более древними, чем земляне. Теоретически, жизнь, похожая на земную, могла возникнуть на многих планетах Солнечной системы в разные периоды ее существования. Например, благоприятный период для возникновения жизни на Марсе был, как принято считать, многие миллионы лет назад. А теперь о самом главном. Что же все-таки произошло с Фаэтоном? Каковы были причины гибели планеты? Есть несколько версий. Первая говорит о том, что Фаэтон разрушился под действием гравитационных полей более массивных космических тел. Планета оказалась на пути какого-то сверхплотного объекта, падавшего на Солнце. Орбита Фаэтона начала рывками вытягиваться в сторону Юпитера, и все закончилось глобальной катастрофой. Вторая версия не имеет ничего общего с глобальными катаклизмами в Солнечной системе. Некоторые исследователи считают, что Фаэтон погиб в результате вулканической активности. Или всему виной стала центробежная сила, которая разорвала планету из-за слишком быстрого вращения вокруг своей оси. Есть даже версия, что Фаэтон просто наткнулся на собственный спутник. Но больше всего исследователи склоняются к предположению, что планета погибла в результате экологической катастрофы или ядерной войны, или того и другого одновременно. Межэтнический и межконфессиональный распри достигли такого накала, что спровоцировали вселенскую бойню. В ход было пущено самое страшное оружие. Взрывы атомных бомб подняли над твердью океанами черную радиоактивную тучу, а ударные волны стали раскалывать планету на куски. И когда фаэтоняне поняли, что это конец, они стали спасаться бегством на своих звездолетах. И единственным убежищем для них стала Земля. Правда, достичь ее удалось немногим. разумеется, версия о когда-то обитаемой планете фаэтон очень красива. Мало того, она очень назидательна, очень поучительна для тех людей, которые думают, что их действия экологические, военные и другие безумные действия на нашей планете могут быть безнаказанными. То есть, если была какая-то планета похожая на Землю и эта планета исчезла, это лишний повод, я бы сказал, даже совсем не лишний повод заботиться о последней оставшейся планете в нашей Солнечной системе. В 1976 году в Устье Ангары на палеолитической стоянке древних людей археологи обнаружили бивень мамонта. Уникальность находки была в том, что на бивне красовался вырезанный кем-то узор. Изображение представляло из себя спиралисточек. Позже ученые установили, что находки около 30 тысяч лет. А в 1984 году в горах Ингушетии был обнаружен тайник жреца. Кроме посоха и других вещей, там была еще табличка из платины с таким же точно узором, как на бивне мамонта. Что это? Почему такая удивительная схожесть изображений на совершенно разных артефактах, найденных в совершенно разных местах? эзотерики предположили, что предназначение таинственных спиралей не что иное, как послание. Но как расшифровать его? Ни один из специалистов в области криптографии не смог этого сделать. И тогда исследователи попробовали прочитать узор с помощью языка золотых пропорций. И вот какой удивительный текст был получен в результате расшифровки. Мы прилетели с пятой планеты на третью. Скорость 32 километра в секунду. Если таблички около 30 тысяч лет, значит, и гости у нас появились тогда же. То есть сразу после потопа. Следовательно, стояла осень 1977 года. Ленинград почти опустел от сезонных туристов, но указ в агентствах по продаже железнодорожных и авиабилетов как и летом выстраивались длинные очереди. В одном из таких пунктов на канале Грибоедова к окошечку наклонился очередной покупатель и попросил один билет на архангельский поезд до города Мирной. Тассирша ответила, что такой станции нет. Покупатель начал возражать. Мол, как это нет? У него сын там служит. Ракеты в космос запускает. Затем потенциальный пассажир достал из кармана конверт и потряс им перед окошком. Обратный адрес Архангельская область в город Мирной. Кассирша настаивала, что такого просто не может быть. А стоящие в очереди люди начали в недоумении пожимать плечами. Через несколько минут в пункт продажи билетов вошли двое мужчин в одинаковых темно-серых костюмах. Они взяли пристававшего к кассиру человека под руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль «Волга». После чего машина буквально сорвалась с места и скрылась за поворотом. Неожиданная развязка спора у кассы взбудоражила очередь, где еще долго судачили о некоем таинственном северном городе, откуда запускают в космос ракеты. 17 марта 1966 года жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Очевидцы описывали увиденное по-разному, но несмотря на расхождение в деталях, общая картина небесного происшествия в рассказах людей имела схожие черты. Разрезая тучи, вверх поднималось нечто большое и яркое, а потом от этого нечто отделился кусок, который резко пошел на снижение. Наиболее зоркие разглядели даже сноб огня, исходящий от неопознанного летающего объекта. Некоторые очевидцы отправились в сельсоветы и районное отделение милиции, чтобы заявить о странном происшествии. Там только развели руками, но решили позвонить в областной центр на всякий случай. В Архангельске сообщение об НЛО назвали бредом и посчитали свидетельство местных жителей массовым проявлением галлюцинации и мерячения, то есть странного психосоматического заболевания, присущего для данного региона русского севера. Здесь испокон веков происходило много загадочного и непонятного. При этом в некоторых глухих уголках до сих пор бытуют традиции шаманизма. А исследователи уже много лет безуспешно пытаются приподнять завесу тайны над древней историей края. Это место, оно, в общем, такое, в некотором смысле сакральное, потому что находится рядом с территории или на территорию, где когда-то население Гипербореи переходило на нынешний, вот, так сказать, материк. Это территория нашей далекой-далекой прародины, очень далекой. Здесь очень много необычных, с одной стороны, геологических структур, а с другой стороны, останков, ну, каких-то, как мы называем, языческих памятников. Курганы, которые, как оказывается, с пирамиды, спирали, как оказывается, так сказать, для исполнения различных мистических обрядов с целью там какой-то, так сказать, да, подземные коммуникации, пещеры. Нельзя сказать, что местных жителей устроили объяснение чиновников из областного центра. Тем более, что увиденное 17 марта 1966 года необычное явление в небе не оказалось единственным. Что-то похожее происходило и раньше, а такое совсем яркое и громкое смутило всех окончательно. При этом у многих очевидцев уже не было никакого сомнения в том, что эти объекты искусственного происхождения, только какого, земного или инопланетного. А тут еще стали поступать похожие сигналы совсем из других мест и от людей, которых нельзя обвинить в отсутствии здравого смысла, хотя бы в силу их профессиональной подготовки. Полгода спустя о загадочном видении в небе сообщил пилот пассажирского самолета компании Аэрофлот, когда борт готовился к посадке в подмосковном аэропорту Шереметьево. При докладе на разборе полета летчик доложил. В 23.45 по московскому времени при заходе на взлетно-посадочную полосу наблюдали необычное явление. Огненная точка поднялась над горизонтом. Некоторое время летела параллельно нашему курсу, затем резко ушла вверх. В тот же день и точно в такое же время странное явление в ночном небе наблюдали ученые физики, которые находились на рыбалке в Шатуре. Это тоже Московская область. Около полуночи, как они описывают события, на северо-востоке над горизонтом двигалось что-то необычное. Из светящейся точки исходило пламя. Представить себе, что это летающая тарелка, физикам было невдомек. Явление напоминало пуск космической ракеты. Но увидеть такое в Подмосковье невозможно. Единственный космодром в Советском Союзе находился в Байконуре, а это Казахстан, Средняя Азия и до Москвы более двух с половиной тысяч километров. Само собой разумеется, что точно такое же явление, но только совсем рядом, практически над головами, было замечено и жителями центральных районов Архангельской области. И они вновь стали обращаться к местным властям, заявляя о своем беспокойстве по этому поводу. Тем более, что случаи очень похожи на какие-то эксперименты и по всей видимости связанные с чем-то космическим стали происходить все чаще и чаще. Условно, во времена Леонида Ильича Брежнева, конечно, позже, чем 50-е годы, но просто количество таких сообщений настолько возросло, что пришлось представителю специальных органов этим реально конкретно заниматься, возглавить определенную группу аналитическую, которая сверяла и имела право получать информацию и о пусках, и вот анализировать некие свидетельства. Безусловно, компетентные органы серьезно забеспокоились появившимися слухами о неких загадочных объектах в небе. Заставить молчать случайных очевидцев было чрезвычайно трудно. Если где-то на севере начал функционировать некий таинственный космодром, то над режимом его секретности могла нависнуть серьезная опасность. И основной источник такой опасности те самые распространяемые очевидцами рассказы о необычных явлениях в небе. Не зря в годы Холодной войны очень популярной была поговорка «Болтун находка для шпиона». Известно, что спецслужбы зарубежных государств целенаправленно собирали и анализировали самые разнообразные слухи, проявляя особый интерес к сообщениям о загадочных и таинственных происшествиях в российской глубинке. Например, к ярким вспышкам над горизонтом, сопровождаемым жутким грохотом, к стремительным перемещениям в небе странных объектов, необъяснимым атмосферным аномалиям. Неподготовленный человек однозначно воспринимает это как нечто необычное. Естественно, об этом стремится рассказать. И вот эта информация распространяется в виде слухов, причем приукрашается все время, приукрашивается, обрастает какими-то подробностями. К этим неподготовленным людям, как ни странно, относятся и летчики гражданской авиации, и даже боевые летчики, которые просто по своим, так сказать, инструкциям не посвящены в дела космодрома. Это продолжалось, кстати говоря, и в 80-х годах, и в 90-х даже. Интересно, что когда создавался первый в Советском Союзе и мире космодром Байконур, для того, чтобы ввести в заблуждение иностранную разведку, одновременно с настоящим объектом начали возводить ложный. Место для фиктивного космодрома выбрали рядом с горным хребтом Алатау. Туда в 50-х годах прошлого столетия завезли доски и бревна, и из них стали строить макеты стартовых устройств. Иностранные спецслужбы быстро сообразили, в чем дело, и интерес к деревянному космодрому потеряли. Несмотря на это, объект считался секретным и строго охранялся до начала 70-х годов. Настоящий же Байконур еще долго был надежно сокрыт от глаз шпионов. Городок, где жил обслуживающий персонал космодрома, находился примерно в километре от железной дороги. Но о нем даже не подозревали пассажиры, проносящихся мимо поездов. Расписание было составлено так, чтобы все составы проходили ночью. При этом жителям города было категорически запрещено зажигать в квартирах свет в темное время суток. Такой режим секретности создавался нашими спецслужбами неспроста. До того, как Байконур стал космическим портом, там была развернута первая в стране дивизия межконтинентальных баллистических ракет Р-7 с ядерными боеколовками. Сначала шли интенсивные испытания, а потом ракеты поставили на боевое дежурство. За данные о месте базирования дивизии, рискуя всем, чем только можно, охотилась иностранная и прежде всего американская разведка. Однако все шпионские страсти так же быстро потухли, как и разгорелись. Эти все страсти, они начались тогда, когда запуски на Байконуре практически три года уже как не велись. То есть все безделия Р-7, наши ракеты королевские, они уже в количестве достаточно большого, несколько тысяч штук уже были отстреляны к тому времени. И в 60-м году, когда знаменитый полет Пауэрс состоялся, и Хрущеву на Красной площади об этом, на трибуне Мозолея об этом доложили, то Пауэрсу, честно говоря, уже там нечего было смотреть и высматривать точнее, потому что все уже в Байконуре боевое было отстрелено. Байконур становился гражданским объектом. Интересный факт. Дивизия межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Байконуре в один момент была свернута и исчезла. Когда это произошло? Есть только догадки. Еще большей тайной оказалось место новой дислокации. Аналитики Центрального разведывательного управления США оказались в полной растерянности. Не было никаких намеков даже хоть на какую-то территорию. А ракеты тем временем уже стояли на боевом дежурстве. Но где? За три года до провокационного полета американского самолета шпиона над Казахстаном и Уралом, а точнее в январе 1957 года вышло совершенно секретное постановление Совета министров СССР. Речь шла о создании специальной базы для первого в нашей стране соединения боевых межконтинентальных баллистических ракет. При этом Байконур рассматривался только как испытательный полигон, а не постоянное место дислокации. Главной же боевой площадкой для дивизии ракетчиков был выбран глухой северный район Архангельской области вдоль берегов реки Ямца недалеко от железнодорожной станции Плесецк. Значит, чтобы найти такую гигантскую площадку, надо просчитать экономически. Это подвоз всего. От топлива до людей. Подвоз продуктов, подвоз какой-то техники. Поэтому это очень сложно. Это кажется, что у нас необъятные просторы, а вот просто выбрали. Не просто выбрали. Это в течение трех или четырех лет выбирали это место. Место для будущего стратегического объекта действительно выбирали с особой тщательностью. Скальные грунты, высокие обрывистые берега реки Ямца позволяли существенно снизить объем земляных работ и, следовательно, сократить сроки строительства. Выбранная площадка отвечала всем требованиям военных. В частности, густая непроходимая тайга и многочисленные озера, болотные топи и низкая облачность в этом северном крае облегчала маскировку данного объекта, стратегически важного для обороны всей страны. Еще один интересный момент. В выборе северного края для обустройства здесь сверхсекретной ракетной базы присутствовала немаловажная тактическая хитрость. Она касалась зоны проведения испытательных полетов. Для того, чтобы испытания держать в полной тайне, важно, чтобы никакие радиометрические и телеметрические комплексы потенциального противника не смогли засечь не только пуск, но и траекторию полета ракеты. По этому поводу военные провели самые тщательные математические расчеты. Весь полет боевых блоков, экспериментальные какие-то головные части, ступени последние, они где-то в районе Камчатки приземляются. И по дороге, если даже они собьют с курса или если дальность меньше, это такие труднопроходимые места, где особо свидетелей нет. Он так специально был построен. Хотя с точки зрения энергетики, если говорить о космических запусках, он не выгоден. Чем ближе к экватору, тем, так сказать, энергии требуется меньше для вывода на орбиту чего-то. Новый сверхсекретный ракетный объект в Архангельской области получил шифр Ангара. Это тоже своеобразная маскировка. Кстати, степной Байконур также имел свое зашифрованное название Тайга. Если происходила утечка информации об этих объектах, то такие образно говоря, неправильные топонимические названия просто сбивали с толку иностранные спецслужбы. Наступил 1959 год. Приблизительно тот период времени, когда первый дивизион баллистических ракет с ядерной начинкой мог неожиданно исчезнуть с космодрома Байконур. Значит это, что он в режиме строжайшей тайны переброшен на только что построенный объект Ангара. Примерно в то же время жители нескольких центральных районов Архангельской области начинают наблюдать странные явления в небе. Некоторые принимают их с испугу за кары Господня, а наиболее продвинутые за инопланетные объекты. Есть предположение, что печально знаменитая группа туристов Дятлова, которая отправилась в поход по Северному Уралу, также столкнулась с этим странным явлением. Вполне вероятно, что люди погибли из-за того, что стали свидетелями упавшей на их палаточный лагерь части секретной ракеты, запущенной из Архангельской области. Роковым для группы туристов Дятлова из Свердловского политеха, которые там оказались и которые в общем-то скорее всего пали жертвой некой зачистки, которую проводили советские соответствующие органы по месту падения вот этих обломков. Действительно, чтобы сохранить втайне деятельность важнейшего стратегического объекта, компетентные органы вполне могли идти на крайние меры. Однако версия о том, что группа туристов, на которых свалилось что-то очень секретное, могла стать жертвой зачистки какого-то спецназа, подтверждения не имея. Кстати, о том, что соединение межконтинентальных ядерных ракет Р-7 находилось на боевом дежурстве в Архангельской тайге, заговорили в открытую только в 90-х годах. А до этого для граждан СССР сенсационным откровением стала публикация научного обозревателя главной партийной газеты страны «Правда» Владимира Губарева. Статья с названием «Место старта Плесецк» была напечатана 20 июня 1983 года и рассказывала о суровых буднях удивительного и никому неизвестного ранее северного космического порта страны. При этом засекреченный космодром уже 20 лет, как запускал на орбиту Земли спутники. В основном военного назначения. Интересно, что до появления этого газетного материала даже жители Архангельской области не подозревали, что у нас в стране существует другой космодром, кроме ранее раскрытого Байконура. У нас секретилось практически все, это была добрая традиция со времен еще, ну, даже не Сталина, а даже еще со времен Владимира Ленина. То есть тогда уже все это закручивались гайки и становилась секретным практически половина Советского Союза. Однако вернемся к 17 марту 1966 года, когда жители деревень Пинежского, Каргопольского и Холмогорского районов Архангельской области наблюдали в небе странное атмосферное явление, которое сопровождалось страшным грохотом. Это явление отличалось от других, которые очевидцы наблюдали до этого. Яркий объект поднимался вертикально вверх, а не шел по наклонной траектории, при этом четко был виден огненный хвост. Что на самом деле это было, знали только люди, обслуживающие полигон Ангара и руководство страны. С объекта под Плесецком был запущен первый орбитальный спутник военного назначения. Режим секретности соблюдался безупречно, поэтому старт и вывод космического аппарата на геостационарную орбиту Земли никто не засек. А значит, место нового северного космодрома осталось нераскрытым. Военные были уверены в этом на все сто процентов. Но в строго соблюдаемый режим тайны вокруг загадочного северного космодрома в Архангельской области внезапно вмешался случай. Пуск секретной ракеты в космос состоялся в 13 часов 28 минут по московскому времени. По Гринвичу это 11 часов 28 минут. Именно в это время в небольшом английском городке Катеринг преподаватель физики в местной гимназии по имени Джеффри Перри сидел у самодельной радиоаппаратуры и ловил сигналы из космоса. Это было его любимым занятием. Многие радиолюбители в эпоху начала освоения околоземной орбиты с азартом следили за стартами космических аппаратов и даже пытались перехватывать переговоры космонавтов с центрами управления полетами. Возникали частные домашние кружки объединения некоторых людей, помешанных на радиоигре, на радиосвязях, на радиоприемниках. То, что у нас прошло по линии Досаафа с Авиахима где-то в начале 30-х, в конце 30-х и в 40-х, и дальше уже в 50-х годах почему-то можно сказать, что от нас, потому что мы были инициаторами этого по времени, перенеслось в Западную Европу. У Перри уже был достаточный опыт в слежении за космическими стартами. Он умел с большой долей точности определять, откуда был произведен пуск. Учитель Кеттерингской гимназии просто фиксировал радиосигналы, отраженные от космического аппарата, и по ним вычислял траекторию. 17 марта 1966 года Джеффри Перри сел к своей радиоаппаратуре безо всякой надежды обнаружить что-то необычное. Просто дежурное включение. И вдруг он начинает слышать сигнал. Опытного радиолюбителя провести было невозможно. Сигнал издавал спутник, которого раньше на орбите не было. Когда Перри стал вычислять траекторию полета, то пришел в недоумение. Космический аппарат не был запущен с уже широко известного космодрома Байконур в Казахстане. 14 октября того же 1966 года учитель физики обнаружил на орбите еще один новый спутник с несвойственным для старта в Байконуре наклоном орбиты. Далее нехитрый анализ позволил Перри вычислить точное расположение загадочного космодрома к югу от Архангельска. Таким образом, эта информация попала совершенно случайно, минуя какие бы то ни было разведывательные инстанции, попала, например, в журнал Flight International, который, естественно, распространялся по всему свету. И ошарашенные американцы увидели там статью о том, что какие-то странные объекты запускаются у нас с северо-запада Советского Союза. Получается, что секрет таинственного объекта Ангара под Плесецком ни одна из иностранных разведок так и не смогла раскрыть. И если бы не случай с радиолюбителем из Англии, то тайна советского северного космодрома еще долго была бы за семью печатями. В нашей стране про Плесецк вообще узнали только спустя четверть века после того, как в далекой Архангельской тайге начали строить ракетный старт. Да и сейчас, когда все события, связанные с космосом, достаточно подробно освещаются средствами массовой информации, наш северный космодром продолжает считаться одним из самых загадочных военных объектов на Земле. транслятор военных ассоцией гранат müssen ракетный